Доброе утро! Из города Киева продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона, Тора, Тора, письменная Тора. Мы изучаем сейчас письменную Тору с комментариями устной Торы по книге Мишлей, притчи царя Соломона. И находимся мы в 20 главе. Сегодня у нас будет 15-16 отрывок. И 15-16 отрывок. Значит, всем шалом, кто в прямом эфире нас смотрит. И шалом всем, кто смотрит нас в записи. В записи нас смотрит намного больше людей, чем в прямом эфире. И слава Богу, потому что все живут по всему миру. И сейчас написано, что придет Машеах в эпоху, когда Майянот, Яцу Майянота Хуца, когда выйдут все источники мудрости наружу. И сейчас мы видим, что с помощью Фейсбука, Интернета, Инстаграма и прочих социальных сетей, и в основном это Интернет, конечно, да, то есть сейчас там вышли все источники мудрости наружу. Прямо можно услышать, увидеть, узнать все, что угодно. То есть если раньше нужно было за знанием ехать куда-то, то сейчас все университеты мира можно получить на Курсаэре, на сайте Курсаэра, например. Мудрость на русском языке преподавателей Торы есть у нас 100. Ваикра, портал Ваикра. Идеально. То есть мы сейчас находимся в эпоху, когда свет Торы, свет мудрости, он бах, светит всем, светит всем и прямо он светит и сжигает. Сжигает он всю темноту, темноту, глупость и прямо сжигает свет. А дальше он будет все усиливаться и в итоге вся земля наполнится славой его, Бога в смысле. И все поймут тогда, что, почем, для чего, почему, что важно, что не важно, что важнее всего. А мы пока изучаем, мы пока изучаем Мишли, притчи царя Салмода, мудрейшего из людей, которому Бог открыл, он был пророк. Бог ему открыл все, вообще все знания, как работает мир, а он делится с нами. И вот он говорит нам в 15-м отрывке следующую вещь. Он нам говорит, да, говорит царь Саламон, ешь загав, он говорит, есть золото, вырав пниним, и много пниним, это жемчуг, драгоценные камни. Значит, есть и золото, он говорит, есть и драгоценные камни. Векли якар, он говорит, но самый драгоценный инструмент, сифтей даат, уста разумные. Что он имеет в виду, царь Саламон? Значит, мир устроен так, что если у тебя нет денег, ты в нем не можешь жить. Вот просто реально и конкретно, если у человека нет денег, он не может себе покупать ни еду, ни кровь, ни одежду, ничего. То есть на все нужны деньги. Теперь, значит, хорошо, с детства человека воспитывают, ребенка человека воспитывают, что надо работать, надо зарабатывать. Вот такая жизнь. Сейчас еще как-то более-менее стало спокойно. Ну, есть, можно не работать, например, и получать от государства социальную помощь, да. Вот, например, во многих странах, в той же Америке, социал, и очень много людей живут просто не работая, получая социальную помощь. И в других странах мира тоже сейчас примерно такая же ситуация. Шавуа Товда, Миша, привет. Значит, что можно жить и получать деньги от государства. Это называется социализм. Социализм, социальные блага. Вот у богатых забрать, у бедным отдать, да. Все, хорошо. Но, тем не менее, вся система крутится вокруг того, что человек рождается, и он попадает в общество потребления. И он, значит, в этом мире, даже если вы мерите такая поговорка, если ты такой умный, покажи, где твои деньги. Прямо конкретно деньги являются мерилом ума. И мы сейчас видим, кстати, интересно, что впервые, можно сказать, ну, не впервые, в истории такое было неоднократно. Нет ничего нового под солнцем, нам уже царь Славон говорил. Но вот в нашей последней истории мы видим, как человек, Дональд Трамп, да, он миллиардер, который стал президентом. То есть, который стал в Америке конкретно миллиардер-президентом. Не профессиональный политик, не из клана политиков. То есть, его семья не были политиками, да. Есть там клан Кеннеди, есть... Но вот он именно за деньги, не пройдя всю политическую вот эту вот историю, там, партийные какие-то штуки, бах! Миллиардер стал президентом, дошел до верха. Но говорит нам царь Соломон, это все прекрасно. То есть, это все прекрасно. Так мир крутится. Кстати, интересно, в каждой стране 10% людей принадлежит 50, более 50% активов всей страны. И 90% остальные делят остальные 50%. Это такая статистика по всему миру. Получается, что 10% людей, они собрали все богатство практически. А даже есть другая статистика, что в мире 2800 миллиардеров, которые владеют совокупно более 80% мировых активов. Представьте, всего лишь 2800 человек. То есть, получается, что если идти по меркам богатства, то весь мир неудачники. Весь мир неудачники относительно Джеффа Безоса, или относительно Билла Дейтса, или относительно остальных 2800 миллиардеров, которые собрали, у себя собрали все деньги. Все остальные неудачники. Говорит царь Соломон. Нет, говорит, все не так. Он говорит, есть еще более ценная вещь в мире, которая называется сифтей даат на иврите. Это уста мудрости. Мудрость. Что такое даат? Давайте вспомним. Значит, мы учили, что если у человека хохма, хохма это божественная мудрость, это когда он узнает аксиомы, как работает мир. Аксиомы Торы. Это хохма. То есть, что такое добро, что такое зло, Бог установил, установил. Значит, это есть Тора, есть 10 заповедей, которые Машер Абейну принес на... Бог прямо написал на скрижалях. Первые скрижали Бог сделал, и на них же написал. А вторые скрижали Машер Абейну сделал, а Бог написал. Это, кстати, метафора на то, что человек, он создает предпосылку, а Бог дает знания. Вот вы пришли на урок, это вы создали предпосылку. А теперь от желания постигнуть божественную мудрость, она в том количестве, в котором есть желание, в том Бог и дает божественную мудрость. Понятно, да, идея? Это хохма, аксиомы. Потом есть вторая часть, это называется бина. Бина – это сообразительность или логика. Причина следственной связи. Умение полученную информацию соединять, разъединять, делать выводы и так далее. Это свойство ума. Есть даат. Даат – это то, что в итоге получается у каждого человека. Каждый человек живет в своем даате, в своем, в своем, как бы, уже готовой картине, да, такая модель мира. И вот даат настоящий – это когда он построенный с помощью материала, это божественная мудрость. Идеальная работающая система выводов, причина следственных связей, которая развивается через изучение Тора. Вот Мишли, он как раз для этого притчи мы учим. И получается даат. Теперь, если у человека есть вот этот вот даат, который построен на божественной мудрости, то есть его модель мира построена на божественной мудрости, он понимает, что деньги, царь Соломон много говорил про деньги в Экклезиасте, он сам был богатейший человек мира в того времени. Он говорит, не всегда это добро, не всегда это большое удовольствие. В Экклезиасте он говорил много раз, что есть богатство, которое человеку дано для его, ну, для зла, да, то есть ему это богатство привело его к дибели. Там есть страшные вещи, которые из-за денег, мы когда-то, помните, я рассказывал, как один женился на мисс Пуэрто-Рико, а его потом она убила, потому что у него было 30 миллионов, и она хотела получить 50% от его состояния. Вот, пожалуйста, 30 миллионов бы у него не было, жил бы до сих пор, а так и не в жизни бы он не женился бы на этой мисс Пуэрто-Рико, потому что, ну, женился бы на нормальной девушке, доброй, хорошей, родила бы ему детей. То есть, что, то, что он заработал 30 миллионов, это было для него для добра? Нет, это было ему конкретно причиной его дибели, да. Теперь говорит царь Соломон, что самое ценное в мире, самый ценный инструмент, это уста разумные, это когда у человека есть работающая модель мира, построенная на божественной мудрости, и он никому не завидует, у него нет вожделений, он прекрасно ладит с людьми, есть, ну, такой, как бы, критерий, да, когда человек в хороших отношениях с людьми, значит, он правильно живет. Тот, тем довольны люди, тем доволен Бог. Это прямо в перте вот мы учили уже. То есть, вот в этом вот, в 15-м отрывке 20-й главы царь Соломон говорит нам такую важнейшую-важнейшую вещь, что есть золото и много жемчуга, в мире этого всего полно, и полно, и люди это имеют, сколько бы ты не имел, тебе хочется в два раза больше, и кто-то в два раза богаче, то есть, ты, в принципе, все время находишься, ну, примерно плюс-минус в одном и том же положении. Голландские ученые когда-то провели исследование, что уровень счастья после 5 тысяч долларов в месяц дохода не растет, до 5 тысяч долларов растет, а после 5 не растет, но очень сильно растет уровень заботы и беспокойства, что делать, как делать, куда деньги девать, как их сохранить и так далее. То есть, 15-й отрывок, есть золото и много жемчуга в мире, но в экли, якар, севте даат, он говорит, но самый драгоценный инструмент важнее, чем золото, чем жемчуг, чем богатство. Кстати, интересно, золото это то, что человек накопил и спрятал, а жемчуг это то, что он носит на себе, чтобы другие завидовали и восхищались. И он говорит, не, это все не самое важное, важно это, чтобы человек мудрость, мудрость, умение выстроить свою жизнь четко, гармонично, правильно, духовную, материальную, здоровье, деньги, работа любимая и так далее. Вот это говорит, вот это уровень. Дальше, 16-й отрывок. 16-й отрывок говорит нам царь Соломон следующая вещь. Значит, забрал одежду, потому что поручился поручитель за чужого, убат нохрия, и если поручился за чужестранца, хавлеу, значит, забери у него залог. Вообще непонятно, о чем говорит царь Соломон здесь, непонятно. Теперь, если мы соединим 14-й, 15-й и 16-й отрывок, нам станет тогда понятно. Значит, в 14-м отрывке он нам говорил такую вещь. Ра-ра, юмара-куне. Он говорил нам, плохо-плохо, говорит покупатель. Ве узелло, аз италал. И купил, когда он, он пошел, говорит, о классно, что я купил, хорошая у меня вещь. То есть, пока не купил, он как бы принижает статус того, что он не купил, ему жалко деньги отдавать. Купил, классно, что я купил, молодец. Дальше, 15-й отрывок. Есть много серебра и много жемчуга. У Клия, Карси, в Теда, но инструмент драгоценный, уста разумные. То есть, он говорит, да, типа, можно много чего накупить. Золото можно купить, серебро можно купить, там, акции можно купить, недвижимость можно купить. Все, что ты хочешь, можно купить. Теперь, но, говорит, когда у тебя много всего этого, главное, чтобы у тебя был разум этим пользоваться. И дальше он приводит нам в 16-м отрывке ситуацию, в которую, в которую в то время она была, как бы, в бизнесе всем понятно. Значит, сейчас у нас, как люди, в основном, когда нужны деньги, идут в банк. То есть, банк, естественно, если дает деньги, банк берет, даже вот в Израиле называется ипотечное судо, Машканта. Банк берет залог, Машкон, это называется на иврите, залог. То есть, ты берешь квартиру, отдаешь банку, она тебе не принадлежит. Банк тебе занял деньги под проценты, и квартира у него в залоге. Раньше люди шли к занимать деньги друг другу. Не было банков, они шли к богатым людям, занимали деньги. По Торе запрещено давать деньги под проценты. И, значит, запрещено давать деньги под проценты. И надо давать деньги, потому что это помощь людям. Надо давать деньги, потому что это помощь людям. То есть, ты должен помочь. Кстати, интересно, вот многие задают вопрос, как помогать? кому давать, как давать с Даку и так далее, есть на прошлой неделе очень подробный урок Раф Пинхас Вышецкий у нас на странице, где он час объясняет все, что связано, все законы Торы связаны с Дакой, это как давать деньги, как помогать и так далее. Но есть такой закон, что с одной стороны ты должен давать деньги, помогать брату своему обедневшему, если кто-то обеднеет и так далее, ты должен, это заповедь из Торы, с другой стороны ты же не должен терять деньги, с третьей стороны, если ты хочешь заработать, то как же тогда быть, если ты хочешь заработать и у тебя уже есть деньги, и там есть как бы есть три варианта, первый вариант ты даешь просто помогаешь, это называется от ЗДК, второй вариант ты даешь взаймы, чтобы он заработал деньги и тебе отдал то, что ты ему дал, третий вариант, ты же ему не можешь давать под проценты, но ты можешь с ним войти в долю, стать с ним партнером, и ты ему говоришь так, я тебе даю деньги, 80% прибыли мои, 20% твои. Согласен, деньги мои и так далее. Но во всех случаях, кроме когда ты даешь подарок, использовался такой инструмент, как залог. То есть, или же, например, вместо залога мог быть поручитель. То есть, поручитель писал расписку, что если он не отдаст, я отдам деньги. Или же тот, кто занимал деньги, должен был дать залог. В залог оставить свою вещь, одежду там или какие-то, жемчуг тот же, если у него был. Теперь говорит нам царь Соломон, когда ты поручился за зар, кто такой зар? Зар это чужой, он не твой родственник, он не твой близкий друг, он просто чужой приятель, назовем так. Приятель. Если ты поручился за приятеля, так возьми у него в залог одежду. А, нет, забери у того, кто стал аревом, аревом гарантом. Забери у него одежду, если он поручился за чужого. То есть, царь Соломон, он как бы говорит такую вещь. Если ты за кого-то поручаешься, будь готов, что к тебе придут и заберут твою одежду. Думай, подумай, за кого ты поручаешься. Потому что, прям конкретно, если ты поручился, не должен же человек, который ему дал деньги, терять. Понятно, да? Вот. Теперь говорит царь Соломон, возьми, забери одежду у поручителя, если он поручился за чужого. А если он поручился за нохрия, чужестранца, нохри, это идолопоклонник. Если он поручился за идолопоклонство, так вообще забери у него все, хавлегу, и даже есть перевод, что и побей его тоже. То есть, что имеется здесь в виду? Если мы уже заговорили про законы бизнеса, денег и так далее, то нужно понимать, что люди, человек за себя не отвечает. Вот сколько ко мне обращаются людей, хотят измениться, хотят начать заниматься спортом, там, изменить какие-то привычки и не могут. То есть, даже человек ставит себе цели, он прямо уверен, что он хочет, ему это надо, и он не отвечает за себя. Тем более в вопросах бизнеса, когда каждый человек не просто он, как бы, он не один, есть вокруг каждого бизнесмена, есть вокруг него люди, и каждый из них не отвечает за себя. То есть, ситуация, когда ты кому-то занимаешь деньги, кому-то ты доверяешь, кому-то ты даешь взаймы, кто-то с кем-то ты вступаешь в партнерство, ты входишь в ситуацию полной, стопроцентной неопределенности. И здесь царь Соломон нам дал первое, он дал нам такую мудрую шестнадцатую отрывок. То есть, если ты уже даешь кому-то деньги, знаешь, что ты вошел в ситуацию неопределенности. Если ты поручаешься за кого-то, знаешь, что ты вошел в ситуацию неопределенности. Ну, то есть, вообще, никто не знает, там уже, это как множество-множество факторов влияют, и ситуация на рынке, и политика, и там все что угодно, то есть, отдал деньги, все, до свидания, поручился за кого-то, считая, что ты, вот прямо ты ходишь под десятью там мечами, которые над тобой подвешены, все, это то, что он нас предупредил. Второе объяснение на этот отрывок, оно идет, уходит в духовную сферу, потому что она говорит не о денежных взаимоотношениях, а о том, с кем вообще иметь дело, с кем не иметь. Есть, например, царь Самон обращался к евреям, к народу Израиля, он был царь Израиля в городе Иерусалим, и он обращался к евреям, соблюдающим Тору. Значит, Зар, это еврей, который не соблюдает Тору, но он не идолопоклонник, то есть, он, вот есть такие евреи, например, которые, они неверующие, они такие типа, а, не знаю, не знаю, ни во что не верят, да? Да? Царь Самон говорит, что это опасный человек, опасный человек, то есть, ты не знаешь, он ни во что не верит, значит, он верит в себя, а раз он верит в себя, значит, в момент, когда ему будет интересно тебя обмануть, он тебя обманет, он же ни во что не верит, но в себя-то он верит, свои-то интересы он не забудет. Теперь, ну если, кто такой Нохри? Нохри это идолопоклонник, который вообще чуждой идеологии. С ними вообще запрещено иметь дело. То есть еврею религиозному запрещено давать детей на обучение даже профессии, еврею не религиозному. То есть запрещено, потому что он может его научить не тому, он ему передаст свою идеологию. И вообще нельзя запрещено иметь дело с идолопоклонниками, потому что это опасно. Идолопоклонство, оно же не, оно очень притягательное. Все вот эти вот чуждые идеологии, они очень такие притягательные, легкие и веселые. То есть когда евреи заходили в землю Израиля, помните, вот это было маовитяне и медианитяне, хотели совратить евреев, заставить служить идолами. Так там служение идолам было, ну такое просто смешно. То есть что надо было? Ну вообще просто, ну я даже не хочу это рассказывать, что надо было делать, но оно казалось настолько тупым и глупым. А девушки вот эти маовитянки, они говорили, да мы все вам сделаем, только вот сделайте то, что надо служить идолам. То есть очень важно понять, что окружение влияет на каждого из нас, хотим мы этого или не хотим. То есть окружение колоссально влияет, прямо меняет мышление. Поэтому человек, который хочет сохранить свою голову чистой и соединиться в мыслях с Богом, он должен очень сильно фильтровать ту информацию, которую он получает от окружающего мира. Очень сильно фильтровать тех людей, с кем ты общаешься, с кем ты ведешь бизнес, с кем ты вообще общаешься. Я напоследок расскажу историю. Был у меня один такой приятель, очень приятный парень такой, да, такой весь приятный, все, он и про Бога много говорил, и про все. Потом он занял деньги, у меня занял деньги, у других занял деньги, то есть он очень многих людей занял деньги, никому не отдал и уехал. И уехал, и дальше он сейчас также продолжает говорить красивые вещи и так далее. То есть в бизнесе, в деньгах люди очень сильно, как сказать, в погоне за деньгами, скажем так, да, человек совершает очень много ошибок. И когда, когда ты вот входишь в товарно-денежные отношения с кем-то, это очень такая тяжелая тема, и она напрямую соединена все равно с мудростью и с Богом. То есть в деньгах, вообще весь этот мир, то, как ты себя ведешь, оно, каждое действие, каждое твое слово, оно соединено с Богом, и это этот мир Бога. То есть задача, когда ты действуешь правильно и по божественной системе в этом мире, в бизнесе, в друзьях, в отношениях, в семье, то ты прям поднимаешься на духовный уровень и соединяешься с Богом. Все, всем удачи и успехов. Значит, давайте сделаем вывод. Первое, что понятно, не гнаться за деньгами, много золота, много жемчуга, но самое драгоценное это разум. Второе, не поручаться ни за кого, не, ну то есть понимать, что вступая в денежные отношения, ты вступаешь в очень сложную схему, в которой, в которой вот как казино, да, то есть казино всегда выиграет. То есть те, кто думает, что не могут выиграть у казино, ошибаются. Казино выигрывает всегда. Точно так же, в товарно-денежных отношениях, скорее всего, что ты потеряешь, споткнешься, не получится. Если уже ты туда идешь, нужно быть, ну, очень умным и прям конкретно умным, осторожным и не быть дураком. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня, полного счастья, радости, духовного, духовного такого вот роста. Все, всем пока!